Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха Вот эти две кнопки отвечают за звук в ручном режиме и в автоматическом Вот эта кнопка отвечает за свет, сейчас у нас заработали мигалки над головой И, собственно, клавиша сбоку – это громкая связь, по которой вы можете связываться с внешним миром Уважаемые пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения Вот примерно так это все и выглядит Также автомобиль оснащен рацией, микрофон, который выглядит, в принципе, как консоль управления сигнальной системой, которая расположена на крыше Здесь всего одна клавиша, при помощи которой полицейские связываются с дежурной частью Необычной может показаться системой видеофиксации, которая снимает в нескольких направлениях одновременно Это делается для того, чтобы ни одна деталь не ускользнула от зоркого глаза полицейского В остальном же автомобиль ничем не отличается от своих гражданских товарищей Это обусловлено простотой эксплуатации и обслуживания автомобиля, который каждый день стоит на стаже нашего порядка А вот в конце 50-х, в начале 60-х годов с транспортом у силовых структур дела обстояли немного иначе В качестве иллюстрации этому факту автомобиль ГАЗ-69 Из-за цветового решения, желтого и синего, этот автомобиль в народе назывался канарейкой На этом, собственно, сходство с маленькой изящной птичкой у этого автомобиля заканчивается Внутреннее убранство этого автомобиля выглядит не то чтобы по-спартански А выглядит оно так, как и должен, собственно, выглядеть автомобиль в послевоенное время О комфорте здесь не может быть и речи Кондиционер, автоматическая коробка передач Ничего подобного здесь и в помине нет Для того, чтобы завести автомобиль, он заводится здесь не с ключа Здесь мы включаем зажигание И только потом нажимаем вот эту вот замечательную длинную кнопку Вот только так это работает Вы слышите этот сумасшедший грохот? В салоне вообще ничего не слышно и общаться с кем-то вообще невозможно Тарахтит все! Трансмиссия, двигатель все ужасно грохочет Представляете, в каких условиях приходилось ездить сотрудникам? Будка для транспортировки различного рода правонарушителей здесь просто огромная Связано это с тем, что вот как раз в конце 50-х, в начале 60-х Правонарушений было огромное количество, а машин не хватало Именно поэтому за один заход нужно было увести максимальное количество человек с места преступления Именно этими обусловлены такие практически царские хоромы для преступников Безусловным остается тот факт, что разные времена, разные автомобили и снутри, и снаружи Я же вам желаю, чтобы изнутри вы эти автомобили никогда не увидели Потому как сюда попадают только те люди, которые нарушили закон Редактор субтитров А.Семкин